ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Коллектив «Динамо», который также уверенно обыграл «Олимпик» 5-0. Тем временем в Благовещенске началась регистрация участников открытого первенства города по мини-футболу. Возможность побороться за медали первенства появилась у 30 коллективов, которых распределили по итогам прошлогоднего турнира на три лиги. Соревнования в каждой из них проведут в два круга. Матчи будут проходить на площадке спорткомплекса «Юность». Турнир стартует 16 октября. Сроки его проведения зависят от количества участников. 4 октября в Преамуре стартовала 23-я спартакиада городов Амурской области. Первыми в борьбу вступили легкоатлеты, которые в свободном проверили свои силы на дистанциях легкоатлетического кросса. В общей сложности в легкоатлетическом этапе 23-й спартакиады городов приняли участие 9 команд. На дистанцию вышли 86 спортсменов, 47 мужчин бежали 3 километра, а 39 женщин – 1 километр. По результатам забега первое место взяли бегуны из Благовещенска, второе досталось хозяевам площадки – свободницам, третье – у сборной Зеи. В рамках 23-й спартакиады спортсмены будут соревноваться по 13 дисциплинам. Следующие состязания по настольному теннису пройдут в Циолковском в начале ноября. Еще одни легкоатлетические соревнования, но уже в зачет 35-й сельской спартакиады Морской области прошли в Благовещенске. В легкоатлетическом этапе сельской спартакиады участвовали 11 сборных районов области. Это 68 спортсменов. По итогам забега наибольшее количество баллов в зачет спартакиады принесли своей сборной представители Октябрьского района. На втором месте легкоатлеты из Михайловского и замкнули тройку призеров бегуны из Заветинского района. Кстати, следующий тур спартакиады пройдет в Тамбовке. 10 и 11 октября в состязании сборных Тамбовского, Благовещенского, Селинджинского и Заветинского районов определятся победители по мини-футболу. А вот от участников чемпионата и первенства области по спортивному ориентированию требуются не только быстрые ноги, но и умение работать с компасом и картой. Эти соревнования прошли вблизи Благовещенска. В чемпионате и первенстве приняли участие около 150 спортсменов из Благовещенска, Благовещенского района, Зеи, Белогорска и Свободного. В зависимости от возраста, дистанции для них отличались как протяженностью от 1 до 6 километров, так и количеством контрольных пунктов, которые нужно было обнаружить по меткам на картах. Для самых юных 10-летних спортсменов подготовили 5 контрольных точек, для самых опытных – 17. Впервые организовали дистанцию для родителей и малышей, которые справились с предложенным испытанием. По итогам состязания будет сформирована сборная Амурской области, которая уже 10 октября представит наш регион на всероссийских соревнованиях в Хабаровске. И на этом все. Смотрите программу на нашем официальном сайте, а также в эфире Амурского областного и общественного телевидения России. Будьте в спорте и до встречи! Партнер программы – торгово-сервисная компания «Макс Интер». 8 800 350 77 70 Эволюционная технология аккумуляторов «Президент» – «Аксиома», которая даже не обсуждается автомобилистами. Они просто покупают «Президент». Это современная кальциевая технология с содержанием олова и серебра. С инновационной решеткой пластин и защитой активной массы нецканным волокном. «Президент» имеет технологии АГМ и ФБ мировых стандартов. Бесплатный сервис по установке, проверке и зарядке. Гарантия 4 года. Спрашивайте в автомагазинах города и области.